В администрации города Владивостока состоялось межведомственное совещание по вопросам соблюдения правил дорожного движения и иных норм российского законодательства. Провел встречу глава Владивостока Константин Шестаков совместно со специалистами администрации города, представителями правительства региона, полиции, федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также руководителями предприятий, которые заняты во Владивостоке перевозкой пассажиров. Поводом для нашего межведомственного совещания стало несколько мероприятий, которые были проведены коллегами из полиции по линии нарушений миграционного законодательства, трудового законодательства и нарушений правил дорожного движения. В первую очередь акцент был сделан на общественный транспорт. В 2023 году по данным госавтоинспекции камеры зафиксировали во Владивостоке 839 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. В связи с неутешительной статистикой на совещании были приняты меры по регулированию этих вопросов. Мы собрали автотранспортные предприятия, руководители автотранспортных предприятий для того, чтобы расставить ключевые акценты. Первое. В связи с значимым количеством правонарушений в сфере правил дорожного движения, мы приняли решение о том, что в городе Владивостоке мы дополнительно сейчас установим серию комплексов видеофиксации. Мы, безусловно, в первую очередь с акцентом на соблюдение правил дорожного движения, конечно, всеми участниками дорожного движения, но в первую очередь водителей, которые управляют общественным транспортом. Второе. В связи с значительным количеством нарушений миграционного законодательства, приняли решение о том, что мы будем проводить бесплатное обучение на профильную категорию и трудоустраивать в нашем муниципальном предприятии, а именно предприятия в ПАПАД. Мы предоставим бесплатное обучение, общежитие, ну и возможность трудоустройства в наше муниципальное предприятие. Сейчас администрация города продолжает реализацию мероприятий по привлечению нового подвижного состава во Владивосток. Сейчас есть катастрофическая нехватка в профессиональных водителях, которые могли бы на ней работать. Поэтому все наши мероприятия, которые мы сейчас проводим, они как раз связаны с тем, чтобы вовлечь, обучить и привлечь на работу. Те рейды, о которых я проговорил с самого начала, которые проводят наши правоохранители, мы проводим сами, мы продолжим вплоть до конца текущего года. Это наша традиционная работа, которую мы будем вести. Отметим, на маршруты в ПАПАД номер один в этом году выйдут 20 новых автобусов, а в троллейбусном депо заменят весь парк. Олег Завьялов, Диана Иванова, Новости на восьмом.